В прошлой серии бедный Настя. Карл Модестович. Ничтожный, скользкий тип. Но он не похож на убийцу. Да вы просто не представляете, что это за человек. В этом доме есть только один человек, которому смерть барона на руку. Это Анна. Ты ведь не скроешь от меня правду. Куда исчезла Лиза? Что ты можешь рассказать мне о смерти отца? Все думают, что это был несчастный случай. А на самом деле... Что? Носи его. Пока будешь помнить обо мне. Я всегда буду о тебе помнить. Папенька, мне тебя не хватает. Знала бы ты так без тебя тяжело. Маменька хочет выдать Лизу за Андрея Платоныча. А этот старик со семьей не пара. Хотя маменька настаивает. Лиза сбежала. Я думаю, это отчаяние. Хотя Танька говорит, что она плохо себя почувствовала. Мы второй день ее ищем, не можем найти. Если б ты был рядом, все было бы по-другому. Все были бы счастливы. Заблуждаешься, дорогая. Если бы он был жив, в доме бы и не было покоя. Открой, мы просто хотим задать тебе пару вопросов. Мы ничего не сделаем плохого. Думаю, ее тут нет. Пойдем? Сычиха, это там. Я уверена. Просто, может быть, не слышит. Надо попробовать погромче постучать. Это Татьяна. Открой, пожалуйста. Со мной пришли. А разве ты не хочешь знать, как умер твой отец? Ну, это твое право уйти в неведение. Или остаться. И узнать. Добрый день. День добрый. Забалуев Андрей Платоныч. Предводитель десного дворянства. Князь Михаил Рябнин. Я друг Владимира. Вы ищете Владимира Ивановича, господин Забалуев? Нет, вообще-то я пришел к его отцу, Ивану Ивановичу. Мы давние приятели. Я был вчера на спектакле. Это досада. С этим приступом, надеюсь, им лучше. К сожалению, Иван Иванович скончался сегодня под утро. Скончался? Как? Беда. Что, сердце? Барона отравили. Отравили? Не может быть. Владимир. Я знаю, кто убил вашего отца. В самом деле? Ты не первый, кто приходит сюда с такими словами. Кого же ты подозреваешь? Я уверена, что это Карл Модестович. Бывший управляющий. А у тебя есть доказательства? Есть. Иван Иванович заметил, что он крал деньги из поместья. Ну и что? Кто из управляющих не ворует? Но Карл Модестович выкрал долговую расписку. Из-за нее княгиня Долгорукая может похитить наше поместье. Наше? Ты вдруг стала хозяйкой поместья моего отца. Да нет. Конечно, нет. Но это и мой дом. А Карл Модестович, возможно, помогает княгине Долгорукой. Ты думаешь? Интересно. Интересно, что по этому поводу думает мой новый управляющий. Не noget Columbus уiser. Да нет. icaf Субтитры создавал DimaTorzok Я все-таки тебя люблю, душа моя И в имени твоем ты печет Печаль по-прежнему сжимает грудь мою Я за тебя, Создателем, молю Я за тебя, Создателем, молю Я за тебя, Создателем, молю Боже мой Только вчера вечером Он смотрел, как его воспитанница Великолепно играла Джульетта Она была очаровательна И он ею гордился И был в таком настроении Я, конечно, тоже был поражен Этим приступом Но отравили? Боюсь, что да А как вы узнали? Доктор Штерн тщательно осмотрел его После того, как мы заметили Странный запах и какой-то осадок в Бренде В Бренде? Он ему всегда нравился И все об этом знали Все? Кто же еще, кроме вас? Ну, Владимир, конечно Его воспитанница Анна Ах, да, еще Княгиня Долгорукая Я надеюсь, вы не думаете Что кто-то из нас Мог бы А вот слуги Слуги тоже должны были Об этом знать Барон Очень хорошо обходился с ними У них не было Причин ненавидеть хозяина В этом уверен Может быть Если бы я сам Глянул на графин Он у доктора Штерна Доктор изучает остатки Бренди Чтобы понять Какой это был яд А, ну, конечно Господин Штерн Хороший доктор Но почему мне об этом ничего не сказали? Убийство в нашем уезде Я должен знать все Я собирался сообщить об этом Владимиру О своих подозрениях Ах, есть подозреваемая Хорошо, а кто? Бывший управляющий Барона Карл Модестович Он был недавно уволен За воровство И мы с Анной видели Как он пытался украсть графин В то время Как у Ивана Ивановича Был приступ Карл Модестович? Возможно, возможно Он похож на Смутьяна Он мне с самого начала Не понравился Вы сообщите исправнику Еще нет Я даже не успел рассказать Владимиру о своих подозрениях Надо немедленно Сообщить исправнику А этого Управляющего Нужно срочно арестовать Вы правы Не смею вас больше задерживаться Передайте мои Соболезнования Владимиру Ивановичу Непременно Господин Забалуев Еще кое-что Если вы не возражаете В Петербурге Ходят слухи Будто У вас Темные делишки Творятся В уезде Я подумал Может быть Вы что-нибудь знаете Раз уж вы предводитель Дворянства Что-то такое Я тоже слышал Это только слухи Слухи Поверьте моему опыту Присмотритесь Повнимательней К управляющему Ворону Корфа Князь Присмотритесь Человек способный На убийство Способен на все О А сейчас Прошу прощения Вы снова наняли Карл Модестович Почему? Несмотря на его провинции Господин Шулер Хорошо управлял Поместье моего отца Да Он хорошо его Обворовывал Да Отца ограбили Это верно Но кто это еще Вопрос Это немыслимо Вы Вы хотите Обвинить меня? Как у вас говорится На горе Шапка горит Нелепость Какая-то Ты обвиняешь его А он тебя Вы меня еще И в убийстве Ивана Ивановича Обвиняете Да Правильно Анна Что ж тут странного Вы утверждали Что любите Барона До тех пор Пока он не Передумал Давать вам Вольную И вы ему верите? А почему бы и нет? Скажи Отчего отец Не дал тебе Вольную? Хотя он так Любил тебя Это очевидно Может быть Его любовь К тебе оказалась Не такой сильной Как ты думала И тебя это разозлило Вам очень хочется Чтобы виновной Оказалась я Чтобы он Всегда от меня Избавился Точно так же Как ты избавилась От моего отца Думайте Что хотите Но учтите Обвиняя меня Вы не избавитесь От убийцы И кто знает Кого он еще Лишит жизни Почуев безнаказанности Может это будете Вы Гряза Позволено было Выйти Пусть идет Я ее не держу Не уделите мне Минутку Натали Натали Как я рад Тебя видеть А как Миша Я давно не видел Вас обоих Я знаю Простите нас Ну ты наверное Все занята При дворе Я слышал Что Калиновскую Отправляют в Польшу И хотят там Выдать замуж Это правда К сожалению Да Сосаревич Будет очень Огорчен Не думаю Что это могло Его обрадовать Да Но Но ты же ведь Не сплетничать Пришла Чем я тебе Могу помочь А Наверное Императрица Хотят посмотреть Генеральную репетицию На оба спектакля Уверена Что хочет Но я не за этим Вы собирались поехать В поместье Корфом Да Да Я хочу Прослушать Его Воспитанницу Анну Позвольте мне Поехать с вами Корфом Да Это уж Не за Владимира Или Корфа А О господи Конечно же нет После того Как он испортил Жизнь Миши Ну Миша Сам Разберется В своих делах Ну я не спорить С вами пришла Позвольте мне Поехать на прослушивание Анны Тебе так понравился Ее голос Конечно Вы же сами говорили Что из нее Может выйти Замечательная актриса Что-то ты хитришь С каких-то пор Ты стала Так интересоваться Театром С тех пор Как я узнала Что вы ищете Новую протеже И ты хочешь мне помочь Я благодарю тебя Но я возьму тебя Только в том случае Я действительно буду знать Зачем ты хочешь Ехать к Корфу Если не узнаю Не возьму А если я вам скажу Вы обещаете взять меня Я очень скучаю По одному человеку Который сейчас находится Рядом с поместьем Корфов Князь Андрей Долгорук И дядюшка Прошу вас Возьмите меня с собой Нет Да есть там кто живой Или нет Свечиха Открой Мой отец погиб От несчастного случая Но если ты хочешь В это верить Тогда иди Мне больше не о чем С тобой говорить Не говори Андрею Что я здесь Сейчас Сейчас Уже иду Что случилось? Беда случилась Моя сестра Моя сестра Вчера убежала В лес Лиза Ты ее не встречала? Ты ее не видела? Нет, не видела А может быть Карты скажут Где Лиза И что с ней? Я тебе и без карт скажу Все с ней в порядке Откуда тебе знать Если ты ее не видела? А я всегда все знаю Чувствую Когда черные тучи сгущаются И когда свет их рассеивается Может быть ты знаешь Кто убил барона Корфа? Барон? Барон Корф? Мой сон Его отравили Это правда Значит это правда Что с тобой? Нет, нет Нет Что с тобой? Уходите Уходите Но Уходите Прочь Я Я не могу ни с кем возговаривать Значит ты думаешь Мы были бы счастливее Если бы отец был жив Но мы ведь были счастливее Папенька никогда бы не позволил Выпти Лизе за господина Забалуева Он был слабый человек Он был добрый Да что ты знаешь О чем вы? Не важно Он разбаловал вас с Лизаветой Привыкли что все дозволено Чуть что не по вашему бежать Назло мне Он умер А я должна расхлебывать То что он заварил Что вы говорите? Папенька ничего плохого не делал Думай как хочешь Лизавета вся в него Ей нет дела до родных Творит что хочет Ой господи Я даже не знаю жива ли она Маменька Мужа схоронила Дочь пропала Ты что думаешь? У меня сердца нет Я никогда не видела ваших слез Даже когда батюшка погиб Он не достоин моих слез Разве вы не любили папеньку? Когда-то любила Давно Пока он сам все не разрушил Еще неизвестно Что бы он потом натворил Вы так говорите Будто рада Что Папеньки нет Ой Аннушка Это же не верится Что его нет Мне сегодня приснилось Будто я собираю для него букет Его любимые цветы Я проснулась такой счастливой И потом вспомнила Ох Варвара Я вспомнил Не знаю Аннушка Ой тяжело Молодой барин узнает Кто это сделал И о нас позаботится Нет Варя Не будет этого Почему же? Владимир снова нанял Карла Модестовича управляющего А тот считает Будто это я убил оборона Да Владимир Иванович не поверит Уже поверил Как же все это дико и страшно Ой шельмец У самого видать Рыло в пуху Что же мне делать? Ну слезами горю не поможешь Я сердцем чую Что это Карл Модестович Убил барона Он же его так ненавидел Я так думаю Ну кто нам поверит? Где нам найти правду? Михаил Михаил мне верит И он собирался поговорить С Владимиром Насчет Карла Модестовича Вот и хорошо Он узнает правду И отправит тебя в тюрьму Ой Аннушка Аннушка Прости Если помешал Мне надо кое-что тебе сказать Да нет Ты не намешал Вот решил Записать расходы За последние дни Теперь придется самому Следить за делами В поместье Значит ты знаешь Знаю о чем Кто убил твоего отца Кто? Если ты сам записываешь расходы Значит ты знаешь Что твоего отца убил Карл Модестович Да я не поэтому Ты говорил с Анной? Да Но не в этом дело Именно в этом Она только что была здесь И тоже обвиняла Управляющего в убийстве Ты думаешь она не права Владимир Его обвинили в краже И уволили Прошлой ночью На этом самом месте Он пытался укр... Я снова Я снова нанял его управляющим Что? Владимир Да ты с ума сошел Возможно Если тебе будет от этого легче У меня тоже есть причина Подозревать Карла Модестовича Да Но зачем ты опять Сделай его управляющим? Чтобы он оставался в поместье Мишель сам по суде Какой смысл обвинять его Если у нас нет доказательств? Да он сбежит Если поймет Что я всерьез его подозреваю Мы с Анной Видели как он пытался вынести Из библиотеки Тот самый графин Отцовский графин? С бренди? Да Я уже давно пытаюсь тебе это сказать Он утверждает Что пытался принести графин в театр Когда увидел Что барину плохо Почему он остался в поместье? С какой стати ему беспокоиться О бывшем хозяине? Карл Модестович прекрасно знал Что только отец пьет бренди Я должен в этом разобраться Но как доказать Что он убийца? Отец Это его труп Вот книга Который он не дочитал Как же это возможно Что его больше нет Мы поймаем убийцу Обещаю тебе Наташа Ты поражаешь меня Я еду к Корфу По приглашению А ты к Долгоруким Как я понимаю Без приглашения Тебя не звали А ехать без приглашения Это моветон Моветон Но если я поеду с дядей Это не будет вверх неприличия Неприлично девушке Бегать за молодыми людьми Я не бегаю Просто мы давно не виделись Мы хотим поговорить обо всем Напиши Напиши Я писала каждый день Он мне не ответил Тем более Тем более неприлично ехать Это все Все Кленовский Ну при чем здесь Ольга? Ну как же Ее любовь кончилась трагично И теперь ты Беспокоишься за свою И поэтому Так хочешь видеть Андрея Дело не в этом Андрей любит меня Не о чем беспокоиться Дедушка говорил вам То же самое Когда вы хотели поехать В Париж С мадемуазель Детранж На спа? Откуда ты знаешь Эту историю? Мама давным-давно Говорила мне Что когда вам было Столько лет Сколько сейчас Миша Вы влюбились в прекрасную Дворянку-француженку И хотели уехать за ней В Париж Но дедушка вам не позволил Это было очень давно И что же Вы все еще думаете о ней? Это разные вещи Вы с Андреем Не видели всего две недели А я не хочу Чтобы эти недели Превратились в вечность Поэтому если вы не возьмете Меня с собой Я найду другой способ Повидаться с ним Убили Кого? Моего отца? Убили 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 Моего отца Моего отца Не убивали Ты лжешь Не трогай Ты загляв Меня Голог Наша свечиха не смогла помочь. Господи, все пропало. Да бог с ней, с свечихой. В одном она права. С Лизой ничего ужасного не случилось. Да просто вам хочется, чтобы это было так. Господи, это я во всем виновата. Все из-за меня. Ты не виновата, что не смогла догнать Лизу. Во всяком случае, мы знаем, что она убежала именно в лес. Мы обязательно найдем ее. Найдем, найдем. Да мы уже два дня это повторяем. Представляете, столько времени в лесу. Как ей должно быть страшно там сейчас одной. Лиза с детства знает этот лес. Она никогда в нем не терялась. Она вернется. Андрей! А что, если она просто не хочет возвращаться? И как тебе в голову такое могло прийти? Будто я рада смерти твоего отца. Я сама не своя, столько времени ходила. Вы, должно быть, скрывали ваши слезы. Некогда было плакать. Кормилец умер. Поместье без присмотра. Хозяйством управлять надо было. А то слетелись бы стервятники. На беду. А как папенька умер? Что с ним случилось на той охоте? Упал с лошади. А его ружье случайно выстрелило. Больше тебе ничего не нужно знать. Положи. Ты сказала, что Лиза не хочет возвращаться? Не надо ставить меня в неловкое положение. Прошу заметить вам, сударь, что вы мне пока что не муж. Поэтому извольте разговаривать со мной в другом тоне. Я буду разговаривать с вами в том тоне, которого вы заслуживаете. Тогда я с вами отказываюсь разговаривать. Не сметь меня трогать. Никогда! Лиза! Таня! Что с тобой? Ты была последняя, кто ее видел. А это, знаешь, подозритель. Будешь дурой, найду на тебя грешки и запорят тебя, как скотину до смерти. Таня! Таня! Это же все из-за меня. Если я... Да ведь это же я во всем виновата. Почему ты так говоришь? В чем дело? Почему Лиза сбежала? Жаль старого барона. Жаль. Умереть от своего же любимого напитка. В этом есть что-то шекспировское. Вон, иди с моей кухни, Карл Модестович. Вон, из твоей кухни? А с каких-то пор хозяйская кухня стала твоей. Я по-прежнему здесь распоряжаюсь. Да-да. Новый хозяин опять назначил меня управляющим. Да пусть хоть царем тебя назначат. Как ты мог такую напраслену на Анну возводить? Какую напраслену? Она мне рассказала, что-то ты ее в убийстве барина обвиняешь. Долг честного человека передать убийцу в руки правосудия. Если все улики указывают на Анну... Это потому, что ты так подстроил. Ты! Анна даже под угрозой смерти не могла бы руку на барина поднять. Да будет тебе. Не смогла бы. Не смогла бы. Чужая душа, Варь, потемки. Да если бы у нее была черная душа, она бы давно барину про тебя все рассказала, как ты домогался, как ты приставал к ней. Слушай, Варь, а ведь ты тоже запросто могла барона отравить. Вон ведь сколько у тебя тут всяких снадобий. Может, среди них и отрава, какая она найдется. Совсем с ума спятил. Зачем мне надо было барина травить? А вдруг он тебя продать собирался? Барин? Никогда! Да, точно. Ты ведь, Варя, очень легко это все могла устроить. Ты же все время на кухне какие-то зелья варишь. Может, ты и плеснула ему в бренде пару капель чего-нибудь эдакого. Ой, я тебе сейчас такого плесну, Карл Модестович. Остынь, остынь. Что ты забудешь, как мать твою родную звали. Остынь, Варя. Да вон отсюда! Сердишься? Стало быть, вину на собой чувствуешь? Чтоб духу твою отцелли. Вон отсюда! Стой, Варя, стой. Даже у меня может терпение лопнуть. Не район час. Выпарю, выпарю, Варя. Вор, бездельник. Да тебе каторга по тебе плачет. Да как земля только такая носит. Людей-то таких. Немчура. Ой. Ой. Марья Алексеевна, ну, наконец-то. Тут такие новости. Оказывается, барона Корфа отравили. Что вы говорите? Кто же это мог бы сделать? Подозревают Карла Модестовича. Да, ну, этого чёрта нерусского. Да, разве он на такое способен? Я, ну, подсыпать в графинчик, знаете, на это много смелости да смекалки не нужно. А Карл Модестович, ух, подлец ещё тот. Я его, я его знаю. Это... Ничтожен больно. Продажная душа. И какая ему выгода от смерти Ивана Ивановича? Ходят слухи, что он воровал. Воровал у барона. Да полно вам, Андрей Платоныч. Человек, способный на убийство, должен быть устремлённым, дерзким, смелым. Каждый шаг просчитывать. Однако, доподлинно известно, что он люто, люто ненавидел барона. И не он один. И было за что, прости, Господи, уж я-то знаю. Однако вот сейчас, именно сейчас, Мария Алексеевна, когда барона нет, вам очень просто воспользоваться моментом и решить с поместьем вопрос в свою пользу. Да что же вы только об этом и думаете-то? У меня дочь пропала. Да зачем мне это поместье барона, если я дочь не могу найти? Простите. Андрей Платоныч. Андрей Платоныч. Убили! Нет, моего отца не убивали! Убили! Да ты лжёшь всё, ты... Ты ж... Ты злая, ты сумасшедшая, ты лжёшь. Моего отца... Его не убивали, моего отца! Моего отца не убивали! Ты лжёшь! Не торопись у меня! Ты зла! Не торопись у меня! Не торопись у меня! Да. Не торопись у тебя! Я AL Pull�! Я. На Анну шутку, я мой гост. Убили тебя! Не лё dran лёд. Она палашёт. Где семьё? Тре Да. Pero когда ты взял в доме, уй, Günавер? Вот, я白. Я реально. Я earned его на såп Zeit. КОНЕЦ Что бы сказали твои родители, если бы знали, что ты бегаешь за своим женихом? Я не знаю. Риск. Ты рискуешь своей репутацией. Видимо, я похожа на своего брата. Он тоже, если помните, рискнул репутацией, чтобы помочь наследнику престола. Рябнины ставят любовь превыше всего, даже превыше жизни. Тебе так недорога твоя жизнь. Вам, наверное, этого не понять. Вы ведь так и не поехали в Париж к Мадемуазель де Транш. Зимой, градусов 30, я в туфельках стоял в сугробе под ее окном, без шапки. Играл ей на скрипке сиренаду Шуберта. И пальцы примерзали к струнам. Простите. Мне не следовало этого говорить. Поехали в поместье. Что же делать? Любовь так любовь. Спасибо. 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 Я везде искал вас. Вы говорили с Владимиром. Я его не понимаю. Он вернул Шулеру должность. Управляющий убедил его, что это я убила Ивана Ивановича. Он не верит в это, Анна. Но он снова нанял Карла Модестовича. Значит, он доверяет ему. Владимир сделал это лишь для того, чтобы Карл Модестович не удрал. Он тоже думает, что это Шулер убил барона. Это он вам так сказал. А сам обвинил его в убийстве Ивана Ивановича меня. Чтобы одурачить Шулера. Он дает управляющему возможность расслабиться. Пусть тот думает, что все складывается в его пользу. И в таком состоянии человек теряет осторожность. И может выдать себя. Я буду следить за ним, Анна. Если это он убийца, я смогу это доказать. Миша, вы не представляете, насколько он коварен. Он сделает все, чтобы убедить Владимира, что убила я. А Владимир сейчас особенно ожесточен. И он поверит всему, что Карл Модестович сочинит. Анна. Анна, я не дам вас в обиду. Обещаю. Если Карл Модестович убийца, он будет наказан. Варвара, заходи. Анна, я тебя искал. Вам что-нибудь нужно, Владимир Иванович? Варя, ты видишь, что на кухне едят, верно? Да, у меня здесь мышьяк есть. Неужто бароны им отравили? Вы думаете, это я его убила? Да нет, конечно. Подумай. Кто еще мог взять его отсюда, кроме тебя? Никто. Ключ от буфета только у меня и у хозяина. Не нужно знать, откуда этот ед. Из нашего дома или нет. У меня каждая крошка на счету. Все на месте. Я как узнала, что Ивана Ивановича отравили, сразу все проверила. Тогда выходит, отца отравил чужой человек. Не из нашего дома. Кто же из наших грех на душу возьмет? Все, все, все. Господи. Все, не плачь, не плачь. Все, Баречка. Хотя... Что? Ой, совсем забыла. Яд-то в нашем доме не только у меня есть. У кого еще? У Карла Модестовича. Он его на конюшне хранит. КОНЕЦ 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 КОНЕЦ